Название этой лекции 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 Философность философских теорий связана с противоречивостью языка, который используется для их описания, а вовсе не с противоречивостью реальности. Эта противоречивость, по мысли Витгенштейна, возникает из-за того, что язык не предназначен для занятия философией. Язык имеет практическую природу. Эй, ты, подойди сюда, встань, принеси мне то или это. Но мы начинаем употреблять его со странной целью, с целью философских изысканий, предполагая, что за словами должна открыться некоторая реальность. Так вот, Гегель, наоборот, был убежден как раз именно в этом, в том, что противоречивость наших понятий вскрывает противоречивость реальности. И язык есть, в общем-то, та реальность, которую мы описываем. Просто реальность уже осмысленная, уже отрефлектированная. Проблемы преодолеваются тогда, когда мы осознаем диалектичность, то есть внутреннюю логику саморазвития мира и понятия об этом мире. Неудивительно, конечно, что Витгенштейн жаловался, что когда он читает Гегель, у него такое чувство, будто он сходит с ума. Историческое значение Гегеля состоит в том, что ему удалось достичь то, что Кант считал невозможным – достижение теоретического знания о мире. Припомним, для Канта весь мир делится на две большие сферы. Сферы вещей в себе, то есть так, как они существуют сами по себе, без нашего отношения и участия. И вещи, как они представляются, являются нам. Вещи для нас. По мысли Канта мы вообще не можем ничего сказать о вещах самих по себе, соответственно, о реальности самой по себе, только в нашей кнеотношении. То есть буквально здесь он повторяет и мысль принца датского. Уже следующий шаг, который был сделан Иоганном Фихте, заключался в том, чтобы вообще отказаться от понятия вещи в себе. Строго говоря, мы ведь даже не знаем, что такая реальность сама по себе может существовать. Раз всякий раз мы сталкиваемся с той реальностью, в которой мы принимаем участие. Поэтому Фихте смело зачеркивает понятие «вещь в себе» и оставляет только «вещь для нас». То есть реальность, каковой мы ее воспринимаем и создаем. Гегель делает следующий шаг. Поскольку никакой вещи в себе, независимой от нас, и именно поэтому непознаваемой не существует, то любой предмет, ну скажем, стул, должен быть просто суммой наших представлений о нем. И поскольку мы договорились, что в стуле нет ничего непознаваемого, он оказывается фактически суммой воспринимаемых нами свойств. Стул есть то, что мы знаем о нем. А знаем мы о нем то, что стул – это, по сути дела, соединение каких-то общих представлений, универсалей, идей. Круглый или квадратный, твердый, коричневый, маленький или большой. Так что получается, что предмет мысли состоит в самой мысли. Существует тождество, говорит Гегель, бытия и мышление. Конечно, существует субъект и объект, как существует мир и познающий его индивид. Но предмет нашего сознания, то есть вещь, которую мы воспринимаем, о которой думаем, сам является мыслью. А в этом смысле философия Гегеля потому и называется «идеализм». Потому что она объявляет всю реальность продуктом нашего сознания. Сознание, для которого бытие и мышление даны бы в подлинном, нерасторжимом единстве. Используя язык богословия, конечно, можно было бы сказать, что абсолютное сознание, о котором говорит Гегель, – это и есть Бог. Но Бог не подчиняется законам созданного им мира. Он стоит выше этих законов. Он стоит выше мира. Он, как мы говорим, трансцендентен по отношению к миру. Он недосягаем для человека ни физически, ни интеллектуально. Гегель же, наоборот, как раз и подчеркивал, что нет и не может быть никакого бытия отдельного от мира, отдельного от природы, отдельного от конкретного человека. И в то время, как Платон, например, проводил резкую грань между вещью и идеей, между явлением и реальностью, то есть между теми, что нам воспринимается, и тем, что есть на самом деле, Гегель считал, что явление и есть реальность. Все соединено друг с другом. То, что мы воспринимаем как отдельные вещи, на самом деле, путем последовательного рассуждения, приводит нас ко всем другим вещам, теми, с которыми они связаны. Так из самого элементарного рассуждения можно вывести знания о целом мире. И вот так в процессе диалектического рассуждения, то есть рассуждения, которое ухватывает взаимосвязь предметов, мы приходим к познанию Абсолюта. Но Абсолют это не механическая сумма всех предметов в мире, как считали, например, материалисты. С другой стороны, Гегель вовсе не собирался заниматься мистикой и заявлять, что все это одно. Абсолют это еще раз не какая-то внемирная сущность, существующая сама по себе. Абсолют и есть мир, если только мы научимся смотреть на него особым философским образом. Сущность, то есть природа Абсолюта, раскрывается как в мире, в природе, так и в мышлении человека. И главным соединителем этих трех элементов Абсолюта, природы, человеческого духа является самомышление. Почему мы говорим о человеческом духе, а не о человеке вообще? Ну, потому что, как существа физические, биологические, мы принадлежим к миру природы. Единственное, что отличает, выделяет нас из мира природы, как сказал еще Паскаль, это наше мышление. Но мышление не просто отличает нас от всех других живых существ, оно позволяет нам преодолевать природу, считает Гегель, в том числе свою собственную природу, превосходить ее, превращать наше эмпирическое, обыденное я с его обычными житейскими заботами и интересами в я трансцендентальное. Я, которое преодолевает свою собственную ограниченность, свою местечковость, замкнутость на практических интересах, замкнутость на своей точке зрения. Наш способ мышления определяется структурой реальности, самими вещами, о которых мы думаем. Еще одна сложность с восприятием идеи Гегеля заключается в том, что об этих идеях мы чаще всего знаем сквозь призму немножко других людей. В частности, в России мы знаем о гегелевской философии сквозь призму философии Маркса и по расширению Ленина. Итак, из учебника в учебник, из монографии в монографию, по поводу Гегеля тиражируется и воспроизводится постоянно множество разных иллюзий и даже откровенных мифов. Ну, например, известная так называемая гегелевская триада «Тезис», «Антитезис», «Синтез» на самом деле была придумана вовсе не Гегелем, а его другом, коллегой, соседом по университетскому общежитию Шерингом. Гегель воспринял эту идею, тем более, что во многом эта идея была произведена ими совместно. Но только вместо понятий «Тезис», «Антитезис» и «Синтез» Гегель пользуется другим набором. Абстрактное, отрицание, конкретное. Посмотрим, как это работает на практике. Особенностью мышления является то, что оно всегда движется от более общего понятия к более конкретному. Эта логика мышления соответствует логике разворачивания, то есть становления самого бытия. Соответственно, если философия стремится реконструировать эту логику, то и она должна двигаться от общего к конкретному. Невозможно строить систему достоверного знания, опираясь на опыт. Потому что опыт всегда не завершен. Знаменитая проблема неполноты индукции. А стало быть, знание, которое мы будем основывать только на империи, только на опыте, всегда будет системой неполной. и потому хотя бы потенциально ошибочной. Вот поэтому эмпирическая, то есть британская, например, философия, всегда будет оставаться философией, что называется ползучей, неспособной к формулировке стратегических задач человечества, трансцендентальных целей, то есть цели, которые выходят за пределы практических нужд человека. столь же губительным последствием будут приводить попытки свести образование человека к получениям некоего набора навыков, необходимых для выполнения чисто служебных, практических задач. Тот же самый Гегель, например, всегда высмеивал представление о том, что изучать логику нужно для того, чтобы вас не обсчитали в булочной. Поскольку разум движется от более общих вещей к более конкретным, начинать это движение стоит с самого общего понятия, которое у нас только есть, с понятия бытия. У разных предметов есть разные качества, но их объединяет одно общее, они есть. Такое общее бытие первично по отношению к конкретным вещам, поскольку конкретные вещи это спецификации неких общих свойств. Но как таковое бытие невозможно определить. Это чистая абстракция. Будучи чистой абстракцией, поэтому чистое бытие лишено каких-либо свойств. И поскольку понятие бытие оказывается лишенным какого-либо содержания, оно оказывается понятием совершенно отрицательным, оно фактически превращается в понятие небытия, а в понятии ничто. И вот почему. Чистое бытие не есть бытие конкретное. Чистое бытие не есть квадратное, либо круглое, это не корень из девяти, это не есть бытие осязаемое, наблюдаемое, и так далее, и так далее. Одним словом, пытаясь очистить наше понятие бытия, мы лишаем его постепенно всех характеристик. Будучи лишенным всех характеристик, понятие чистого бытия превращается в свою противоположность, в ничто. Это приводит нас к парадоксальному выводу, что бытие и ничто это одно и то же. Конечно, воспитанный на решении практических задач, человек, придя к такому выводу, либо впадет в ступор, либо примет его за шутку. Осознание тождества, бытие и ничто, говорит Гегель, это самая сложная задача для человеческого ума, и потому величайшее его достижение. Ну, а по расширению получается, что и сама философия Гегеля оказывается величайшим достижением человечества. Теперь можно вернуться к одному из главных принципов гегелевской философии. Что разумно, то действительно. И что действительно, то разумно. Здесь все весьма прозрачно. Действительностью обладает то, что обладает самостоятельной сущностью. То, что закономерно. Причем, неважно, идет ли речь о закономерности, то есть правомощности, обоснованности, физической или нравственной, психологической или философской, художественной или религиозной. Фраза эта, что действительно, то разумно, что разумно, то действительно, вызвала целую бурю эмоций и комментариев. Многие, кстати, как во времена Гегеля, так и после, воспринимали его как обоснование любого существующего положения дела, прежде всего, в области политики. Но гораздо глубже на критику в свой адрес реагирует сам Гегель. Особенно удивительно, говорит он, что это положение вызвало негодование богословов и людей, религиозно настроенных. А ведь именно они должны были бы понимать, что Бог не только действителен, но и вообще является наидействительнейшим, что только есть. Или может быть. Верующий человек должен понимать, что мир, как мы его наблюдаем, лишь отчасти представляет собой действительность, как ее задумал Бог. А частью это то, что творим мы. Так что, возвращаясь к аргументу Фома Аквинского, нечего обвинять Бога во всех тех безобразиях, которые мы же учиняем в этом мире. Вот поэтому в терминах Гегеля наблюдаемое нами бытие, дазайн, здесь бытие, представляет собой лишь отчасти явление, то есть нечто случайное, и потому не самостоятельное, и лишь отчасти действительность, то есть нечто закономерное, обладающее собственной сущностью. С тем, что разумное может быть действительным, продолжает Гегель, не согласны те, кстати говоря, кто считает идеи и идеалы лишь химерами, иллюзиями, выдумками, а саму философию при этом ничем иным, как системой таких пустых вымыслов. Но точно так же с этим тезисом не согласны и те, кто считает, что идеи и идеалы это штука слишком возвышенная для того, чтобы существовать в действительности. Нетрудно заметить, что эти последние, хотя и рядятся в наряды поборников духовности, являются самыми отъявленными циниками, считая, что было бы неплохо, чтобы провозглашаемые нами идеалы реализовывались в повседневной жизни. Но, увы, будучи идеалами, они являются в силу самого определения недосягаемыми. И все же самым опасным сторонником разделения действительности и идей является рассудок, то есть поверхностное, обыденное, практическое мышление обывателей, людей массы, уверенных в том, что их костное представление о мире и есть то, каким мир должен быть. Такие люди считают, что они обладают универсальными и немедленно действующими рецептами по исправлению мира в соответствии с этими своими абстрактными идеями, грезами, и потому уверены в своем праве переделывать этот мир так, как им вздумается. Не считаясь логикой закономерности истории. И хотя при выражении абстрактное мышление публика обычно в ужасе разбегается, считая, что сейчас ее заставят слушать философские рассуждения, на самом деле мыслить абстрактно, говорит Гегель, означает судить, не разбираясь в сути дела, то есть не разбираясь в конкретике ситуации. Владея несколькими десятками абстрактных понятий и орудуя ими, как орудует броскими заголовками бульварные издания, обыватель или же человек массы в терминах Хосе Артеги и Гассета, не сомневается в содержательности самого этого понятия. Человек массы менее всего стремится к доказательности науки, когда бросается своими оценками. Вот и французская революция питалась идеями французских просветителей, которые как в гегелевском, так и в обыденном смысле также были хоть и возвышенными, но именно абстракциями. Их абстрактный либерализм и индивидуализм, выразившиеся и в якобинском терроре, и в государственном перевороте 18-го бюмера 99-го года, и провозглашение Наполеона Бонапарта консулом, его коронации в качестве императора в 1804-м году привели в полном соответствии с принципами диалектики к их негации, к отрицанию, поскольку они не были выражены в конкретике социальной жизни, не было построено тех общественных институтов и практик, которые будут воплощать то новое, что пытались провозглашать абстрактно самые лучшие мыслители. Ну а в родной для Гегеля Пруссии жизнь сотни маленьких княжеств оказывается неспособной произвести среди своих жителей понимание того, почему и как им следует объединяться. Люди в таких микрогосударствах довольствуются решением повседневных практических задач, с которыми неплохо справляется практический разум. Но именно потому, что он замкнут, на этой идее повседневности практический разум не способен постичь, а тем более произвести на свет идеи, выходящие за пределы нынешней практики, за пределы повседневности, за пределы дозайн. Не в плане создания новых идей, не в плане способности хотя бы осознать, критически осмыслить эту существующую практику. Реформация, по словам Гегеля, уже улучшила все то, что она могла улучшить в общественной государственной жизни Германии. Ее великая заслуга заключается в том, что она не просто реабилитировала мирскую жизнь человека, подобно Ренессансу, не пытаясь более ее отвергнуть. Благодаря достигнутому примирению, говорит Гегель, пробудилось сознание того, что мирское способно содержать в себе истину. И наоборот, прежде мирское считалось лишь злом, неспособным к добру. Например, благодаря семье человек вступает в общение, в отношения взаимозависимости в обществе, учится управлять этими отношениями и таким образом приобретает конкретные навыки нравственного поведения отношений, к которым абстрактно призывает церковь. Как-то в октябре 1827 года Гегель заехал в Веймарк Гёте. Гёте был давним покровителем Гегеля, относился к нему с большим уважением, хотя не очень разделял некоторых следствий из его философии. Сидя вечером за чаем, Гёте спросил его, в чем же, собственно говоря, состоит суть диалектики. «Собственно, диалектика, ответил Гегель, не что иное, как упорядоченный, методически разработанный дух противоречия, присущий любому человеку. И в то же время это великий дар, поскольку он дает возможность истинное отличить от ложного». «К сожалению, заметил Гёте, эти умственные выверты нередко используются для того, чтобы ложное выдать за истинное, а истинное за ложное. Бывает и так», согласился Гегель, «но только с людьми умственно повредившимися», твердо сказал он. Высочайший пример диалектики мыслей одновременно нравственный пример дает сам Гегель. Вся его теория подталкивает его к тому, чтобы объявить «Вот, сие есть законченная и абсолютная истина, содержащаяся в сформулированном мною методе идеалистической диалектики». Но в предисловии к книге «Философия права» из-под пера 50-летнего мужчины, тогда уже прославленного философа, профессора кафедры философии Берлинского университета, выходят совсем иные строки. Задача философии достичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум. Что же касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени. Философия есть также время, постигнутое в мысли. столь же нелепо предполагать, что какая-либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь нелепо предполагать, что индивид способен перепрыгнуть через свою эпоху. Если же его теория в самом деле выходит за ее пределы, если он строит мир, каким он должен быть, то этот мир, правда, существует, но только в его мнении, в этом податливом материале, позволяющем строить что угодно. Гегель не кривил душой, говоря, сгет. Если в результате этой лекции у вас возникнет желание разобраться, так что же черт возьми, говорил Гегель, я буду считать, что моя цель достигнута. Спасибо.